Ижевск, столица Удмуртии, естественно центр Поволжья и Придурали получился, как бы Удмуртия и к Уралу и к Поволжью, в общем где-то посередине. Ну, имеет неофициальное название оружейной столицы России, так как знаменита в основном оборонными всякими производствами, причем еще с времен царизма, еще с 18 века даже. Название города по названию реки Иш, а вот что означает название реки Иш, вообще говоря неизвестно, предполагаю, что просто река это означает, потому что Укоми, допустим, Иш входит в разные, там есть Ижма, Вариш, Укоми, Пижма, Иш тоже еще есть, Ижевский и так далее. То есть вероятно какой-то древний корень финно-угорский для реки вообще. Ну, длительно назывался Ижевский завод, то есть завод вот на реке Иш. С 1918 года только известен как Ижевск и пытались переименовать в Устинов, но перестали этим заниматься. Географически расположен между речью Вятки и Камы на несудоходной реке Иш. И главный водоем города это Ижевский пруд, который создали еще в 18 веке. Часовая зона Москва плюс один, климат умеренно континентальный, ну, пожалуй, даже не буду опять рассказывать, да, в общем-то типичный, примерно такой же в Уфе. Саму табличку привожу, как обычно, климата. С точки зрения рельефа, там есть южная часть города, заволоченная низменная, и есть вроде как такая, ну, поднятая порядка 200 метров. В общем, это равнина, но с некоторыми холмами. А вот восточная часть, там восточный поселок, она поднята где-то на 200 метров. История. Первые поселения появились в 3-5 век нашей эры. Ну, и опять же, вот то же самое можно сказать, что в раннее средневековье там уже было городище, бревенчатые стелы, стены, валы, рвы и так далее. То есть город на самом деле был до русских, потом просто на месте старого этого удмуртского города русские что-то основали и считают уже, как с тех пор, как основали Примосковье. На самом деле города часто на том же самом месте были ранее коренных народов. Вошло в состав России после взятия Казани. То есть входили эти земли в Сейжевский состав Казанского ханства в 1552 году, штурмом взяли Казань по непонятным причинам. Потом в русской историографии пишут, что удмурты вошли добровольно, хотя ну как добровольно, они входили в Казань. Казань взяли недобровольно, поэтому удмуртов тоже включили, тоже недобровольно. Никто их там не спрашивал. Хотят они, не хотят они там быть в России. Ну собственно сам город начинается после того, как при Петре еще начали интенсивно разрабатывать заводы уральские. Позднее выяснилось, что не успевают они на самом Урале разрабатывать, поэтому решили где-то вот непосредственно в близости к Уралу, там где есть реки. Потому что паровых-то машин еще не внедряли в 18 веке, поэтому эти же надо было, чтобы вода колеса вращала у станков вал. Ну вот граф Шувалов, у которого были заводы на Урале, получил разрешение у императрицы Елизаветы, которую он трахал, на постройку еще трех заводов в Прикамье. То есть чтобы вот с Урала немножко вывести руду и там все равно ее плавить, уже в Прикамье. В 1760 году началось строительство Ежевского завода, возвели плотину, образовали там сразу же Ежевский пруд 1763 год и начали выплавлять сталь. То есть были горно-благодатские заводы у Шувалова, потом чугун с этих заводов перевозили на Ежевск и там выплавляли уже сталь. А дальше сталь отправляли Тульский оружейный завод, Петербургский, Врянский, Варшавский, то есть вот все, что там было у империи. Основное все производство было военное. Ну, власть поменялась, Шувалов умер, Екатерина конфисковала, повесили на Шувалова долги и после этого он уже был государственный. С 1763 года государственный завод Ежевский. В 1774 году Емельян Пугачев захватил завод, убил все начальство, разграбил и сжег, потому что он не понимал, зачем он нужен. Ну, потом, естественно, восстановили. Расширяли производство, когда пошли наполеоновские войны. Решили уже вывести не только, короче, сталь там производить, а вынести туда также и оружейное производство. Поэтому 1807 год, в разгар наполеоновских войн, начали производство холодного огнестрельного оружия на Ежевском заводе. Расширяли, короче, всякие производства военные. И вот был заложен как раз Ежевский оружейный завод. Тоже все в основном были государственные, ну, то есть исключительно государственные. Оружейные и железоковательные. Но их передавали из одного департамента в другое. Мастера на оружейном заводе хорошо зарабатывали при царизме. И многие накопили капитал и создали какие-то частные, собственно, еще предприятия. То есть он вообще-то был рабочий, но такой высококвалифицированный, хорошо зарабатывал в такой степени, что мог какой-то бизнес открыть. Торговый там, допустим, на эти деньги. Во времена либерализации в 1860-е, которую я как раз сейчас по истории рассматриваю, пытались это дело приватизировать. Передали в аренду товарищу промышленников. Но потом приватизация завершилась и в 1884-м вернули обратно в казну. А так вообще он всегда казенный был, этот Гожевский завод оружейный. В конце 19-го века разрешили также частным лицам производить гражданские оружия. То есть производил еще гражданские оружия. В гражданскую войну была известная история о том, что там, поскольку они все были достаточно такие высококвалифицированные и хорошо оплачиваемые, у них там в Совете, когда была советская власть, не было большевиков, в основном там были эсеры. Кроме того, они там были тесно все связаны с деревней и понимали, что там большевики в деревне творят. Ну, в общем, про это я рассказывал в истории гражданской войны. Суть в том, что Ижевский завод – это крупное предприятие России, которое против большевиков выступило. Они обороняли несколько месяцев свой Ижевск, именно Совет Ижевский, сами рабочие. Потом основная часть ушла и воевала за Сибирскую республику, за Колчака. Ну, естественно, потом все равно советская власть все это дело взяла и провозгласила там Водскую автономную область. В 1921 году из города Глазов перенесли столицу Удмуртии, которая тогда называлась Водская автономная область. Ну, вот столица Удмуртии означала, что, во-первых, началось бурное опять промышленное развитие, тем более военные производства все старые тоже нужны были, поэтому все это дело продолжалось. Во-вторых, началось культурное развитие, то есть формировали Удмуртскую нацию, проводили там конференции писателей удмуртских, создали Удмуртский педагогический институт, институт истории и языка литературы, национальный театр Удмуртский и все такое. Параллельно шла индустриализация, причем в Ижевск эвакуировали оборонные предприятия, в том числе с Москвы, там с оккупированных территорий, и поэтому в 1942 году прошлого века организовали там Ижевский механический завод. В 1948 году на мотозаводе начали выпуск автомата Калашникова, и там сейчас концерт Калашникова, самое крупное предприятие. Первый российский мотоцикл собрали в Ижевске в 1929 году, мотоцикл Иж. В 60-е начали там автомобилестроение. Ну, в общем, был крупный индустриальный город. В 1984 году пытались переименовать Ижевск в Устинов в память о министре обороны СССР Устинове. После многочисленных протестов перестройку в 1987 году вернули название Ижевск. Ну, понятно, что в 90-е все это жутко пострадало, потому что машиностроение было все не нужно. В нулевые начало все восстанавливаться, и в нулевые шло строительство храмов. В разрушенных при большевиках. Открыли новое здание цирка. Праздновали там 450 лет якобы добровольного вхождения в Удмуртии в состав российского государства. И так далее. В 1920 году Ижевску призвоили звание город трудовой доблести. Ну, что касается населения, динамика обычная. Поэтому, в общем, даже я не привожу схемы. То есть, бурный рост в советский период, потом стабилизация на теперешней цифре. Примерно вот то, что у большинства, кстати, крупных городов, вот сколько не прохожу их тут по вот этим региональным циклам, да, вот такая динамика в России, что растут. Потом на той цифре, что была в 1985 году, примерно все останавливается. Потом уже либо так немножко поднимается, немножко опускается, где-то вот так стабильно. Ну, для Ижевска тоже характерно. Что, в принципе, стабилизировалась примерно на цифре 650 тысяч. Потом падала. С 2011 возобновился рост населения. Ну, и есть сейчас естественный прирост. Вот схема, как рождаемость и смертность была. Вокруг города Ижевская агломерация с окрестными всякими городами, до миллиона человек можно включить в эту агломерацию. С национальной точки зрения 69% русские сейчас, Удмурты 15% и 9% татары. Остальные национальности, ну, где-то 7% остальные национальности, они там, их много как бы, да. То есть, вот три основные там русские, Удмурты и татары. Причем русских порядка 70%. Есть четыре там Удмуртских вуза. Удмуртский государственный университет, Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный агарный университет и Ижевская государственная медицинская академия. Также есть несколько частных вузов и филиалы различных вятских там и московских вузов. Театры в основном тоже все создано при коммунизме Национальный театр Удмуртской республики Потом русский драматический театр Видимо, национальный театр на Удмуртском ставят, я не знаю Значит, русский драматический театр отдельно Театр оперы и балета, кукол Ну, есть современные всякие молодежные театры альтернативные Партизаны, горожане, театр-студия Птица и так далее Госцирк Удмуртии там тоже расположен Музеи, Национальный музей Удмуртской республики имени Кузибая Герда Ну, естественно, там есть музей стрелкового оружия имени Калашникова Музеи заводов в основном такие вот Ну, также арт-галереи, конечно, как везде положено В городе много парков Наиболее известный летний сад имени Горького Парк Кирова Государственный зоологический парк Удмуртии Парк космонавтов Довольно много праздников проводят День города Русский праздник Масленица Удмуртский праздник Гербер И татарский Сабантуй Также там есть праздник цветов Ну, и там, насколько я понимаю, Чайковский родился Поэтому там много всяких фестивалей имени Чайковского музыкальных Российский фестиваль Дня рождения Чайковского Потом фестиваль Искусство Золотое облако имени Чайковского И так далее Международный конкурс юных музыкантов Родины Чайковского Вот это все Ну, поскольку это финно-угры Также проводят финно-угорские этнокультурные фестивали И прочие мероприятия Пытались проводить международный фестиваль Париж-Ижевск То есть Париж-Ижевск Типа культурное единство России и Франции Но, видимо, после 2014-го все единство у нас прекратилось Ну, и много еще всяких других фестивалей Которые я, пожалуй, не буду перечислять С точки зрения промышленности Ну, вот опять повторю В истории уже было И сейчас это все осталось Значит, производится сталь Развитые машиностроения В особенности военная техника Стрелковое охотничье нарезное оружие Это прямо вот в основном все в Ижевске так и делается Автоматы Калашникова и все такое К этому добавили уже в 60-е и 70-е автомобили Приборостроение и так далее В целом восстанавливается с нулевых годов И в 11-е развивалось Довольно уже вверх все пошло Довольно быстро Ну, крупнейшие предприятия Концерн Калашников Ижевский механический завод Ижнефтемаш Лада Ижевск Автомобильный завод Ладу вот делает Ижметмаш Ижевский радиозавод и так далее В Удмурте есть немножко нефть Правда, падает добыча Но поэтому все-таки Удмуртнефть Расположена тоже, естественно, в Ижевске Все ее основные эти мощности Удмуртторф Торфяная промышленность там серьезная И, видимо, еще будет долго там Не все добыли Ну, также есть Ижевский завод пластмасс Ну, ко всему этому примыкает Всевозможные там хлебная промышленность Пивзавод, там все такое Пищевая и легкая промышленность Которая уже, так сказать, второстепенно Основные мощности там машиностроительные И металлургические С точки зрения транспорта Развитый транспорт Все есть виды Трамвай, троллейбус, автобус Ввели там систему оплаты С помощью транспортной карты Везде и в автобусах, и в трамваях, и в троллейбусах Имеется расписание трамваев Все знают, когда трамваи придут на остановку Железнодорожный транспорт имеется Ветку построили 1916 год Но, в общем-то, второстепенно Все-таки это не такой Не железнодорожный узел Ходят поезда на Казань На Екатеринбург На набережные Челны Вот так вот Проходит федеральная трасса Москва-Перми Ну, также регионально, естественно Есть направления автомобильные На Сарапол, на Воткинск На аэропорт и так далее Аэропорт единственный В Удмуртии, Ижевский Вблизи села Завьялова Рейсы на Москву Петербург, Екатеринбург Сочи, Анапа Развивается региональная авиация Водный транспорт тоже имеется Пристань Ижевска, Воложска Ну, в общем, вроде как мало Там всего только два теплохода В общем, водный транспорт не сильно, видимо, значим Основной, видимо, железнодорожный и автомобильный Довольно много достопримечательностей 300 объектов историко-культурного наследия С целью информирования жителей и гостей города На памятниках истории и культуры Ижевска Установлены информационные таблички с QR-кодом То есть можно через мобильный телефон В фотокамере посмотреть на табличку с QR-кодом Она даст информацию об объекте Как-то хитро придумано Ну, и известная там достопримечательность Монумент Дружбы Народов Вот она Это типичная брежневская архитектура Автор проекта Скульптор Александр Бурганов Посвящена якобы добровольному вхождению Удмуртии в состав России 1972 год Две стеллы огромные Символизируют два народа Значит, живущие на веки единой семьей Русских и Удмуртов Ну, понятно, что все это фикция Никаких голосований там не проводило Что Удмурту там согласны Не согласны быть в России Завоевали Казанское ханство И Удмуртам сообщили Что теперь они в России Вот и все добровольное вхождение Ну, также к достопримечательностям Относится Ижевский арсенал Александроневский собор Водонапорная башня 1915 года Арт-объект Я люблю Ижевск Правда, достаточно стандартный Мне не понравился Посмотрел я эти все достопримечательности Ну, в целом, красивый город, конечно Индустриальный такой Все, в общем, понятно Люди на заводах работают И соответствующее искусство такое же Телевидение с 1956 года День рождения Ижевского телевидения Ну, имеется, естественно Местное телевидение Из последних там событий В области прессы Ну, прессы там много Потому что удмуртская На удмуртском языке Только в Ижевске издается Поэтому много местной прессы, конечно Всякая разная Журналы там, удмуртские и так далее Из последних новостей С 16-го года выпускают там Официальную газету Столица Ижевск Распространяется бесплатно Там по всем школам По социальным учреждениям и так далее С храмами все та же история, что везде В 30-е годы почти все храмы, значит, уничтожили И с 90-х начали снова возрождать Ну, Ижевск интересно, что там Было много староверов Еще в 18-м веке Они, собственно, одни были Из основателей Ижевского завода И вообще староверов много же на Урале было Но храма у них не было никакого У них там были полуподпольные маленли У этих староверов Только 1905 год Окончательно легализировали старобрядцев В России 1909 год Ижевские староверы Построили себе храм Но, однако, пришли, значит, коммунисты В 30-е годы все храмы сносили У староверов тоже снесли Ну и вот в 90-е годы Староверы Ижевска Наконец храм снова построили свой Такая история В Ижевске есть татары Около 10% населения Традиционно был татарский поселок И первая мечеть 1856 год В татарском поселке построили Но в 30-е годы тоже все разрушили И теперь восстановили И сейчас там целых три мечети В Ижевске Ну и есть протестанты Кришнаиты Буддийский центр Кармы Гагью И все, что полагается Ну, много памятников Помимо вот описанному памятнику Дружбы удмуртов и русских Есть возможные памятники, естественно Героям Второй мировой Героям тыла Памятник погибшим в локальных войнах Памятники местным писателям Культуртреггером Тракай Борисов И Кузибай Герт Памятник ижевским оружейникам Памятник крокодилу И собаке-космонавту-звездочке Вот и все про Ижевск Тракай Борисов